Девушки отдыхают Драка, стенка на стенку, произошла прямо на этом месте. Сейчас обстановка во дворе абсолютно спокойная. О случившемся напоминают только осколки от разбитых бутылок, которые были в руках у нападавшей компании. Драка стала продолжением словесного конфликта, который произошел чуть раньше. Толпа целенаправленно ожидала парня у калитки. Нападавших совершенно не смутило, что он шел вместе с девушкой. Несмотря на то, что драка длилась больше пяти минут, жителям дома бойцы не помешали. Да, вот так они прямо под моим балконом. И то, если вы ничего не слышали? Нет, я спал. Это первый раз такое, все спокойный двор, все добрые. Ни разу ничего подобного не было. О том, что произошло в их дворе ночью, многие узнали только утром, когда увидели кадры драки в телеграм-каналах. К счастью, толпа не повредила и машины, которые были припаркованы рядом с местом бойцовского поединка. Да когда два часа ночи было, что-то около того. У меня трое детей, знаешь, только танком. Ну и все, поэтому нет. Машина здесь стояла, ну ничего не видел, целое. Как бы я по утрам уже, когда услышал, все посмотрел, нормально все. Ну как бы все. А так кто, что? Ну, наверное, не наши, потому что если бы наши кто-то из двора, мы бы знали. То ли гости чьи-то, то ли еще что-то типа того. Да и среди парней пострадал только один, но и он получил несерьезные травмы. А свидетели драки все-таки были, они и вызвали полицию. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. Потерпевшему была вызвана на место скорая медицинская помощь. Поводом для драки послужил ранее произошедший словесный конфликт между молодыми людьми. Потерпевшему выдано направление на судебное медицинское освидетельствование. Устанавливаются все участники произошедшего конфликта. Будет принято процессуальное решение. Многие жители дома о ночной драке вообще ничего не слышали и были очень удивлены, когда узнали о произошедшем. У нас камеры же здесь есть, все снимается на виде. У нас вообще двор дружный, видите, закрытый. Обычно все спокойно, правда. Вы сейчас говорите, я даже удивлена. Но, как оказалось, заборы камеры останавливают далеко не всех. И если у кого-то зачесались кулаки, то никакие меры безопасности для них не помеха. Никогда не замечал, но смотришь, раз кто-то где-то подрался или порезали кого-то. А так вообще, вот спокойно. В сентябре в этом дворе уже была одна драка и случилась она днем. Тогда двое мужчин сцепились еще на лестничной площадке. У одного из них был нож. Сначала они выясняли отношения в лифте, а потом продолжили разбираться на детской площадке. Тогда в полицию никто не обращался. А вот после этого конфликта всех участников найти и допросить должен участковый. Он уже занимается этим вопросом. Тем более, что лица многих, кто замешан в драке, очень хорошо видно по камерам, расположенным во дворе. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал. Афера на 28 миллионов. В Железногорске задержали экс-начальника управления Акционерного общества информационные спутниковые системы. Это предприятие космической отрасли. Бывшую руководительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, женщина заключала договоры по созданию видео с одной и той же фирмой, хотя в компании были специалисты и оборудование для таких работ. Позже выяснилось, что руководила этой организацией сама обвиняемая. Всего она заключила около 90 договоров на сумму больше 28 миллионов рублей. Сейчас подозреваемая задержится и находится под домашним арестом. Первый пал травы произошел в Красноярске. Пожар заметили в районе местокомбината на улице Калинина. Из-за сильного ветра пламя быстро подобралось к зданию школы. Огонь успел охватить 300 квадратных метров поля. Но возгорание удалось устранить. Боролись с пожаром 14 сотрудников МЧС и 35 машины. После теплых выходных красноярцев ждут температурные качели. В ночь на вторник минус 2, а уже днем погода обещает быть более комфортной, солнечной и безветренной. Ожидается около 20 градусов тепла. Правда, продлится это недолго и уже в среду небо затянет облаками и пойдет дождь. По прогнозу плюс 8. К ночи и вовсе подморозит до минус 3 и пойдет снег. В четверг теплом тоже не порадует. Столбик термометра покажет всего плюс 3. В пятницу ожидается на 2 градуса прохладнее. В выходные тепло вернется. Синоптики обещают дождливые 10 градусов со знаком плюс. Отлично, отлично. Эти соревнования приносят Андрею первую медаль в его спортивной карьере. Серебро командного чемпионата России по настольному теннису спорта ЛИН. ЛИЦ с интеллектуальными нарушениями. На двух мастеров спорта в крае стало больше. Андрей пришел на стольный теннис в 2001 году и даже бросал, но возвращался. Говорит, затягивает. А перед чемпионатом страны и вовсе тренировался по 2 раза в день. Он реакцию разрабатывает. Ну и можно играть долго. Интересный вид спорта. Общаюсь, играем на интеллектуальной тренировке. Здесь я быстро научился. Не каждому дано, но быстро я научился. Спортсмен тренируется в клубе, который организовали инициативные красноярцы. Они говорят, за настольный теннис обидно. Во дворах строят площадки для баскетбола и футбола, появляются зоны с тренажерами, а место для стола находят редко. И ведь в большинстве школ он есть, но часто пылится. При этом вид спорта дешевый. Стол, ракетка, мячик – все, что нужно. И заниматься можно в любом возрасте. Все внуки с дедами могут приходить и заниматься. Ждут зрение, здоровье для детей, подвижность, ловкость, быстрота, координация. Все здесь формируется на ранних этапах для детей. То, что нужно им это потом. И главное, потом это все нужно будет во взрослой жизни. Но сейчас здесь детей принять не могут. Клуб долго искал место, обосновался в спорткомплексе «Сибиряк». Но помещение подходит только для взрослых и одновременно не больше 15 человек. Есть несколько столов и тренировочная установка. Есть заявления от родителей, которые хотят водить в клуб детей и не могут возить их в другие районы. Но против техники безопасности не пойдешь. Мы готовы свой опыт передавать. Готовы бесплатно учить наших детей. И тем более детей, которые ограничены по каким-либо показателям здоровья. Мы надеялись, что мы здесь сможем детей заводить. Но и здесь по показателям, во-первых, помещение находится в токовом этаже. Во-вторых, нет вентиляции, нет пожарного выхода. Детям сюда вход запрещен. В клубе мечтают о своем помещении. Или хотя бы летнем павильоне. Для него продолжают присматривать площадки. Занятия проходят четыре раза в неделю. Если кто-то из взрослых захочет присоединиться, обещают к себе в клуб принять. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал.